господин министр здравствуйте здравствуйте скажите пожалуйста готовится ли литва к возможному российскому вторжению узнаете литва как член нато смотрят на все риски которые вокруг государства и конечно мы уже давно с тех пор когда стали членами нато мы смотрели насколько россия готовится к конвенционной войне то есть такой войне которая происходит сейчас на украине и мы все свои военные приготовления за эти годы делали смотря как их развивают по соседству с нами например в калининградской области российской федерации на этот момент поскольку происходит война на украине россия вторглас в эту страну используют много военных ресурсов в том числе из калининградской области но можно сказать что на этот момент конкретный момент например на сегодня российская федерация не имеет возможности как-нибудь угрожать балтийским странам но по истечению какого-нибудь промежутка времени наверное когда уже не будет сковываться на военные военные силы вооруженные силы на украине если там будет достигнут какие-то договоренности конечно сможет увеличивать свои военные возможности например по соседству белоруссии но только уже по соседству не с украиной осна и в калининградской области ну мы на это смотрим практически для литвы все военные приготовления российской федерации по соседству нами фиксируются они есть на этот момент конечно есть приготовление какого рода вооруженные силы которые россии которые дислоцированы в калининградской области они постоянно отсылают своих военных на фронт в украине и они возвращаются оттуда или ранеными или возвращаются как груз 200 мы это видим видим что происходит в калининградской области видим что небольшая часть военных отказывается от участия в агрессии против украины но в принципе это не мешает перебрасывать из калининградской области дополнительные силы на фронт ну я вот у вас как у министра обороны спрошу вы не не можете не видеть наверняка то что происходит сегодня в россии потому что мало того что по их опросам больше 80 процентов россиян выступают за то чтобы после украины идти войной на страны нато и в первую очередь называются литва и польша и вы не можете не следить за тем что происходит на российских кремлевских телеканалах где открытым текстом и герои их и ведущие то есть главные российские пропагандисты рассказывают сегодня о том как именно россия будет нападать на литву что она будет делать что это за собой повлечет и так далее и так далее как вы к этому относитесь ну знаете знаете относимся как пропаганда не более того потому что на эта пропаганда направлена на внутренний рынок то есть для российских извините мы тоже так думали когда-то да но все таки это ну подготовительная пропаганда перед любым вторжением можно сказать но все равно она направлена на внутренний рынок в основном то есть подготовлен подготовлен общественное мнение создается образ врага а образ врага из балтийских стран делать практически не сложно мы члены нато мы члены европейского союза мы знаем свою историю ее не переписываем мы знаем про историю гулагов тоже не переписываем у нас в свое время были очень хорошие связи с российскими историками из мемориала мемориал теперь уже закрытая организация в России запрещенная наверное организация в России во всяком случае мы все это видим слышим но это нас не пугает потому что мы как государство не являемся на не являемся как не чувствуем себя можно скажу так не чувствуем себя оставленными наедине с агрессором поскольку стратегические союзники у нас есть мы знаем их готовность мы знаем что мы с ними совместно можем сделать при отражении агрессии так что внутренняя риторика пропагандистов нас не пугает господин армида скажите пожалуйста вот если бы это зависело лично от вас вы бы приняли украину в нато если лично от меня зависело я думаю что украина как государство как государство которое может себя защищать и мы видим как защищать да я думаю что как член НАТО как член оборонительного альянса она действительно ну состоятельная государство вы бы приняли я да но вы знаете что 30 стран членов альянса имеют разные виды на членство Украины в этом альянсе но мне кажется сегодня украинская армия доказала всему миру что ее армия не будучи сегодня членом НАТО является более сильной более храброй чем многие армии из стран НАТО ну знаете сравнивать с армиями стран НАТО сложно потому что армия НАТО в локальных операциях действительно участвовали в таких таких масштабных операциях не участвовали на Украине я был в Киеве пару недель назад я смотрел как украинские военные организуют оборону своей страны организуют оборону Киева я видел что используется и стандарты НАТО в планировании то есть Украина как государство и как имеющая вот свою свои вооруженные силы она действительно очень сильно показала себя в этой войне на этой войне которая еще продолжается скажите пожалуйста на ваш взгляд ядерный или химический удар со стороны Путина по Украине или по Польше и Литве как тоже говорят эксперты возможен? по-моему нет по-моему нет потому что химическое оружие в принципе оно локальное оружие да можно достичь какие-нибудь локальные успехи но в стратегическом плане на этой войне оно ничего не может поменять используя ядерное ядерное оружие я как ну человек немножко имеющий информацию его использования я тоже думаю что это нереально и реакция стран была бы очень жесткая я не знаю в принципе какая из ядерных других ядерных держав но я думаю что реакция была бы очень жесткая и российская страна я думаю что в этой ситуации смотрит на свои возможности преувеличивать эти возможности я думаю тоже не стоит как запад сегодня должен помогать украине на ваш взгляд я сейчас не спрашиваю о том как помогает мы все знаем вот что он должен делать чтобы действительно помочь украине сегодня которая истекает кровью является щитом для других стран от путина как он должен помогать ну я думаю что мы должны перейти уже к другому статусу если говорим о помощи я думаю что страны НАТО и Европейского союза в том числе должны уже помочь Украине в другом контексте то есть если до войны четыре ну три практически страны готовили украинских военных то есть литовские инструктора это американские канадские а из Великобритании то есть четыре страны посадили в Украину инструкторов и они готовили украинских военных ну несколько тысяч за этот период действительно подготовили то теперь я думаю что мы должны обучать украинских военных на новой технике дать то есть другой технический уровень ускоренное обучение и так далее то есть укреплять украинскую армию уже не то чтобы мы посылали своих военных но обучали украинских военных использовать новейшее вооружение которое есть в странах НАТО с 1 апреля Литва полностью отказалась от российского газа скажите пожалуйста как удалось это сделать то есть чем вы будете заменять этот российский газ и почему другие страны не идут на этот шаг хотя он бы был самым эффективным сегодня но действительно мы к этому шагу готовились 10 лет 10 лет назад мы создали такую стратегическую программу по энергетической безопасности и начали подготовительные работы то есть долгие годы строили газопроводы внутри своей страны которые бы не связывали нас с Россией строили газопроводы в Клайпинский порт потом терминал жидженого газа все это построено за последние десять лет и до войны Литва конечно покупала газ по рыночным ценам ценам кто предлагал дешевле наверное там по спотовым ценам тот предоставлял нам газ в том числе и российские компании были но наша инфраструктура по обеспечению газом уже теперь готова уже была и раньше готова но теперь уже готова действовать отдельно то есть нам для своей системы российский газ не нужен обеспечиваемся или импортом из Соединенных Штатов или из Норвегии практически из любой страны которая может предоставить такие поставки жиженого газа Другие страны Европы должны отказаться от российских газа и нефти? Конечно я думаю что безусловно это произойдет я не скажу в этом году но наверное на следующий год Россия должна планировать свой бюджет без больших европейских денег Какие еще санкции на ваш взгляд сегодня действительно нужно ввести против России каким странам Евросоюза Америки чтобы Путин на своей шкоре почувствовал что ему нужно уходить из Украины ну в принципе это не совсем моя тема потому что все равно больше занимаюсь оборонными делами но я думаю что санкции которые ввелись и вводятся постепенно потому что не все санкции они начали действовать например с 24 февраля некоторые начнут действовать только с 10 например апреля и так далее то есть почувствовать всю тяжесть санкционной политики Россия сможет только наверное в конце апреля в мае я думаю что санкционную политику все равно нужно расширять наверное втягивать в эту политику и страны Латинской Америки вообще другие страны дальневосточные страны по исключению Японии и Тайвая другие страны там каких-нибудь санкций особенных не объявили они я думаю что если Евросоюз и Соединенные Штаты будут расширять эту санкционную политику я думаю что большинство государств они постепенно должны включаться то есть чтобы не осталось никаких никаких стран через которые Россия смогла бы обходить свою финансовую экономическую политику обходя эти санкционные санкции ну вот я сейчас хочу спросить у вас как раз очень экспертный вопрос задать вам там где вы полностью разбираетесь скажите пожалуйста как вы оцениваете состояние российской армии сегодня вот то что мы увидели соответствует ли тому что опять же пропагандистские российские каналы несли годы с телеэкраном рассказывая о самой сильной второй армии мира часть часть я не скажу какая часть часть российской армии да это можно сказать может быть и соответствовали быть но их подготовка подготовка командира подготовка руководящего командирского состава вплоть до там командиров армиями они все-таки отстают от стран НАТО то есть не только на всю голову очень большое отставание в пропаганде наверное это как-то не было видно но мы видим и действия то есть как организуется логистика как организуются военные операции они страдают очень большой некомпетентностью и наверное это самое большое права российской армии несмотря на то что она будет в дальнейшем осуществлять переброску сил на восточную Украину и там организовать как они думают что организуют котел украинским вооруженным силам но все-таки видна очень большая некомпетентность руководящего состава весь мир сегодня увидел кадры расстрелянных украинских детей изнасилованных расстрелянных замученных женщин которых потом переезжали еще эти твари русские танками расстрелянного мирного населения со связанными руками разрушение колоссальное жилых домов кварталов которые несут русские фашисты нам вот скажите пожалуйста как мир на это смотрит как он оценивает вообще вот сегодня русских россиян и то что они делают как после этого их можно назвать ну начало войны уже было ужасный но ужасным событием но эти события эти фотографии эти видеокадры ну знаете я 20 лет занимался красным террором то есть я по профессии историк и моя тема была красный террор красный террор то есть гулаги борьба советских войск вооруженным сопротивлением в том числе на Украине и в Литве и Латвии и Эстонии какие варварские методы тогда использовались для меня это дежаву то есть то что я исследовал как историк и эти события происходили 50-60 лет назад я теперь увидел в телеэкранах увидел фотографии я думаю что эти преступления как и все преступления против человечности военные преступления они все равно будут раскрыты в Литве мы начали например исследовать военные преступления и преступления геносида по истечении 50 лет оккупации только через 50 лет и то мы закончили около 50 лет 50 дел несмотря на то что большинство уже участников этих преступлений были ну уже на том свете но все равно нашли последних и для них все равно правосудие осуществили так что думаю все преступники раньше или позже все равно должны будут ответить в том числе и те которые давали такие приказы господин Арведов скажите пожалуйста а какого наказания по вашему заслуживает главный русский фашист Владимир Путин ну знаете не хочу спекулировать о наказаниях но я думаю самое большое наказание это для него это победа Украины Карло Дель Понти вчера или позавчера сказала что нужно выдать ордер на арест Владимира Путина как одного из главных военных преступников мира что вы думаете знаете в свое время Карло Дель Понти как прокуроры военного трибунала они исследовали дело Милошевича они действительно тогда делали все чтобы эти военные преступления которые происходили на Валканах они были бы раскрыты я думаю и теперь они должны проявлять активность я надеюсь что уже на этой неделе может быть на следующий прокурор из военного международного трибунала они будут на Украине присоединяться к исследовательским группам или создадут свою исследовательскую группу то есть не должны упускать времени пока что это слабо нужно их подтвердить действием я вам задам последний вопрос скажите пожалуйста на ваш взгляд когда закончится война на мой взгляд знаете трудно оценивать что будет когда война в самом разгаре но я думаю что те ресурсы которые используют Российская Федерация войне против Украины да конечно можно войну затягивать и так далее например если на какой-то линии остановятся и будут происходить локальные сражения которые не изменят ничего это может длиться довольно долго но я думаю что активная фаза войны России против Украины закончится в середине мая из-за ресурсов Россия несмотря что говорит ее пропаганда имеет ограниченный ресурс для ведения активных военных действий пассивных то есть как я говорил может наверное месяцами длиться но таких активных действий будет я думаю кульминация в апреле но они закончатся до середины мая а вот для зрителей не для военных людей скажите пожалуйста простыми словами что вы имеете ввиду под активной фазой боевых действий то есть что это для жизни простых украинцев будет значить стягивается большое количество подразделений вооруженных танками бронетанков то есть бронетанковые войска и готовятся наступательные действия они как-то осуществляются но то есть это будет активная фаза то есть то что мы видели особенно видели в первые две недели войны но как я говорил из-за потерь из-за морального состояния из-за ресурсов из-за санкции ресурсы россии они закончатся раньше чем мы думаем я думаю что середина мая это то время когда закончатся активные действия со стороны россии несмотря на то что может быть она продолжит свою военную военные действия в более пассивном русле господин министр спасибо вам большое за это интервью спасибо за то что литва остается верным другом украины и особенно в это непростое для нас время до свидания спасибо спасибо спасибо